Процесс запущен в спортивном зале детско-юношеского центра «Лидер». Спустя год возобновились строительные работы. Масштабный ремонт проводят специалисты местной компании. Напомню, выполнить контрактные обязательства прошлый подрядчик должен был еще в сентябре 2017-го. Но все, что успели сделать рабочие – демонтировать старые деревянные полы, залить так называемую монолитную плиту. Однако позже результаты независимой экспертизы показали – строители использовали бетон крайне низкого качества, который рассыпается прямо в руках. Подробности далее. Вот так сейчас выглядит спортивный зал детско-юношеского центра «Лидер». Привести в порядок его должны были еще в прошлом году. Попался недобросовестный подрядчик. Судебные тяжбы длились несколько месяцев. И вот сейчас здесь работает новая подрядная компания. Шум перфоратора здесь замолкает лишь на секунды. Строители демонтируют монолитную плиту, которую залили год назад. Причина – крайне низкое качество материала. Вместо бетона класса 22,5 предыдущий подрядчик. Компания «Инвестрой» использовал бетон класса 5. По сути, это обыкновенная штукатурка. Она рассыпается даже в руках. Стоит дешево, а значит, хотели сэкономить. Не получилось. Стяжка точно плохая. Сразу говорю, она очень мягкая. Но бетон тоже не очень. Но долбится хорошо, но качество плохое. То есть тут явно предыдущий подрядчик допустил нарушение своей работы. Да, да. Меньше цемента. Сразу видно. На то, чтобы демонтировать бетонные основания, строителям, которые на днях выиграли конкурс, понадобится как минимум две недели. Признаются, работа несложная. Вот только шумно, да и пыли много. Ну а после специалисты приступят к заливке новой монолитной плиты. Уже из качественного бетона. Не так все печально на самом деле. Мы взялись, мы сделаем. Все вовремя, в сроки. Устраним недостаток предыдущего подрядчика. Бетон у них не совпадает по марке. Качество бетона не подошло. То есть надо обязательно менять. Помимо прочего, новому подрядчику предстоит обшить стены спортзала и установить по периметру защитную сетку, а также заградительные барьеры для радиаторов. Только после здесь приступят к монтажу основного пола. Руководство лидера сделало выбор в пользу современного, а главное универсального швейцарского покрытия в России не выпускает. Это так называемый канепур. Он состоит из поролоновой подложки и фанеры. Идеально подходит для мини-футбола, волейбола, баскетбола и других видов спорта. Имеется международный сертификат. Площадок с таким покрытием в регионе больше нет. Все давно уже с нетерпением и жители, и дети ждут, когда же все-таки войдет в строй столь долгожданный объект. На самом деле мы смогли провести аукционы в конце концов. Ну и подрядчик приступил к работам. И надеемся, что к концу октября работы будут выполнены и мы зайдем уже в новый современный зал. В будущем в зале «Центролидер» планирует проводить самые значимые финальные игры городских и региональных соревнований по различным видам спорта. Ну и конечно сами чемпионаты. Вероятнее всего осенью здесь обновятые трибуны для зрителей. Они смогут вмещать как минимум 200 человек. Олег Хатанзейский, Владислав Носкин, Антон Водряков, Телеканал Север.